Здравствуйте! Автомобильное зарядное устройство на 65 ватт по протоколу SuperVOOC 2.0, как заявляет продавец на своей странице карточки этого товара. Поскольку здесь на упаковке ничего не понятно, и все на китайском языке, и вообще какие-то странные, да и вываливается оно через вот это отверстие. Ну, как так можно сделать? Мы посмотрим это описание сейчас прямо на Алиэкспресс, где я его покупал. Можно выбрать разные цвета, а тут желтый, я не знаю, как это повлияет вообще, белый, не белый. Я, по-моему, белый заказывал, а то на черное пришло. Ладно, не важно. Важно, что меня подкупило. Это описание. В описании черными буквами по белому прямо сказано 65 ватт SuperVOOC 2.0 SuperDart плюс 25 ватт PowerDelivery PPS. Автомобильное быстрое зарядное устройство. Прямо вот так вот сразу и здесь и написано. И ведь это решение зарядки телефонов от концерна BBK. Не всех, конечно, но в частности вот у меня есть Realme, который хочет 65 ватт. И здесь как раз так и написано SuperVOOC 2.0 65 ватт. По идее должен появиться SuperDart на телефоне, как здесь заявлено. И также меня подкупили отзывы. Давайте посмотрим. Вот здесь, например, фотографии SuperVOOC 33 ватта. Здесь SuperVOOC 65 ватт. И написано SuperVOOC работает с OnePlus Ace. Но почему-то 26 ватт. Ладно, хорошо. 26 ватт. Но 26 ватт это же мало. В общем, меня вот это очень даже подкупило. И, соответственно, я приобрел это зарядное устройство. И вот теперь самое главное. Значит, все, что здесь написано, все, что здесь написано, в моем экземпляре не работает однозначно. Здесь, во-первых, нет SuperVOOC. Здесь нет Power Delivery. Вовсе нет Power Delivery. Несмотря на то, что там разъем USB Type-C. Вот она, раз она отсюда вываливается, так мы его отсюда и возьмем. Вот такая вот коробочка. Да, это корпус металлический. Ладно, посмотрим, что внутри. Ничего внутри. Мне, кстати говоря, уже вернули за него деньги. Я в первый же день написал претензию. Ладно, посмотрим, что здесь у нас написано. Что на входе 12-24, а на выходе USB. А какой USB? USB-C тоже USB. И, в общем, USB до 7 ампер. О-о-о-о-о, 7 ампер. И Type-C 12 вольт, 2 ампера-3 ампера. Очень смешно. Так 2 или 3, или что? 2-3. Ну, мы еще не определились 2-3. Ой, жесть. Покажу тогда, как оно работает. Пленочку я сразу удалю, чтобы не маячил в глаза. Да, оно показывает бортовое напряжение автомобиля. Сейчас заглушенный автомобиль, напряжение 12-4, по идее, должно же тоже заряжать. А здесь у нас красуется PD-PPS. А здесь супермолния. Супермолния. Как я ранее в своих роликах говорил, Супервук не будет работать без пятого контакта. Поэтому я беру оригинальный кабель. Вот он, 65-ваттный, с пятым контактом. Обязательно должен быть пятый контакт. Здесь написано, что он 6,5 ампер. Ну, в общем, кабель оригинальный. Ну, и пробуем тогда сразу смотреть на практике, на телефоне. Что же он нам покажет при подсоединении к этому? И о чудо! Супер Дарт. Это что-то невероятное. Еще раз подключусь. Посмотрим. Супер Дарт. Но сотые доли процента бегут очень медленно. Но я уже в этом ролике сказал, что это обман. Что здесь ничего не работает. Но телефон же показывает, что все работает. Давайте начнем с того, что оно четырехконтактное. Давайте посмотрим. Оно реально четырехконтактное. Еще раз повторю, что с четырьмя контактами Супервук, быстрая зарядка, работать не будет. Беру тогда четырехконтактный кабель. Это хороший кабель. Он у меня давным-давно. Но он четырехконтактный. Вот так вот видно, что там нет пятого контакта. Вот так вот ближе показываю. Пятого контакта там нет. Подключаемся в этот же зарядник. Четырехконтактным кабелем. И смотрим. Чудо. Чудо из чудес. Супердарт. Все работает без пятого контакта. И возникает вопрос тогда. Зачем производитель делает оригинальные зарядные устройства? Оригинальные кабели. Кабели, с которых читается дамп. Это через пятый контакт. Вот оно, оригинальное зарядное устройство, где мы видим пятый контакт. Вот сейчас я вот так его покажу. Вот посерединке этот пятый контакт, без которого невозможна работа Супервук. Зачем же тогда производитель все это делает вместе с кабелями, если все работает по четырем контактам? А ответ на этот вопрос даст обычный тестер. Подключаемся ими к телефону, последовательно, для того, чтобы узнать мощность, проходящую в момент зарядки. Итак, поехали на нее смотреть. Мощность составляет всего 21 Ватт. Ну, 22. Хотя показывает С-ВУК. Чудо из чудес. А теперь покажу, как должно быть. Берем оригинальное зарядное устройство. Оригинальный кабель. Подключаемся точно так же через тестер. Наблюдаем, что здесь нам скажет. Супер Дарт. Да. И здесь также Супервук. Но мощность поползла 53, 56, 55 Ватт. 56 Ватт. Вот как должно работать. Теперь еще важный момент. Берем мой старенький четырехконтактный кабель. Подключаем в родное зарядное устройство. Включаемся так же через тестер. И смотрим. И Супер Дарт уже не загорелся. Здесь мы его не увидели. И зарядка в этом случае от родного зарядного устройства не будет превышать 10 Ватт. Да, она может на этом телефоне быть немного больше, если мы возьмем другое зарядное устройство. Но это отдельная тема. Мы же сейчас разбираем вот этот вот обман. А это, как мы выяснили сейчас, реальный обман. Который показывает нам на дисплей телефона Супер Дарт при любых условиях. При неродном кабеле и, соответственно, при неродном зарядном устройстве, у которого всего 4 контакта. Но кто-то может спросить. Но как же так? Ну что же, китайцы научились? А я ранее показывал. Смотрите. Очень похожее зарядное устройство с виду. Оно точно так же. Четырехконтактное. В нем нет пятого контакта. Вот так вот. В нем всего 4 контакта. Но, подключаясь к нему через обычный четырехконтактный кабель, мы увидим точно такую же картину на телефоне Супер Дарт. Но, к сожалению, мощность будет всего лишь вот такая небольшая. Хотя и тестер обманут, и телефон обманут. Потому, что показывает протокол Супер ВУК. Ну что ж. Выяснили, что вот этот порт – это обман. Да, он заставляет телефон верить, что ему подсовывает оригинальное зарядное устройство. Но мощность при этом маленькая. И оно не заряжается на самом деле по протоколу, который отображает и тестер, и сам смартфон на своем дисплее. Разобрались. Ерунда полная. Да, чуть не забыл. Можно же посмотреть еще и автодетектированием протоколов. А я уже снял несколько видео на тему, что не верь USB-тестеру. USB-тестер может показать одно, а по факту будет немножко другое. Кстати говоря, почему-то сейчас не показал Супер ВУК-10. Мы тогда возьмем другой тестер и попробуем в автодетекте на него посмотреть. ФНБ-58. Ждем. Ждем. Huawei 66 ватт показал. Это мы уже проверяли. Было такое. И здесь точно так же тестер не показал ВУК-ДАШ-ВАРП. Никакой. Ни Супер ВУК. Ни никакой. Поэтому тестерам, конечно же, доверять нельзя. По факту же мы его видим на телефоне. Ладно. Пора уже заканчивать с этим с портом USB-A. У которого типа ВУК есть. Давайте перейдем к порту USB-C. Кто знает и смотрит мои ролики, и кто немножко понимает, смотрите. Показываю. Это разъем Power Delivery. Это тестер PowerZ002. Подключаемся. И о чудо. Он включился. Как такое может быть? Такое это просто невозможно. Такого не бывает. Ни в коем случае тестер не должен загореться. 002 и 003. Почему? Потому что не подключена линия CC. То есть мы видим, что здесь есть всегда 5 вольт. Это уже говорит о том, что Power Delivery здесь работает неправильно. Давайте еще раз покажу на примере вот этого тестера. Power Delivery. Коммутацию выключаем. Значит, вставим. Off. Подключаемся к тестеру. И о чудо. Просто чудо из чудес. Пошло. Пошло. Как такое возможно, никто не знает. В Power Delivery такое не задумано однозначно. Ну, и нет, соответственно, здесь вообще ни одного протокола. Ну, кроме старинного Samsung какого-то DCP. В общем, вот такая вот история. Ну, и, соответственно, войдя в триггер, принудительно, он говорит, что вроде бы линия CC есть, но что-то тут пошло не так. Поэтому Power Delivery тут, в принципе, нет. И это большая печать. Хрень. Как вообще можно вот так вот? Но кто-то это покупает, к сожалению, оставляет комментарии, говорит, может быть, это какие-то купленные отзывы. Здесь написано SuperVOOC, позже посмотрим. Ваттаж, ваттаж. Нет такого слова ваттаж, как и ампераж. Есть сила тока. Ну, да ладно, это я снова тоже придираюсь. Ну, так на всякий случай. И здесь написано не 5 ватт, конечно, никаких 65 близко нет. Но вот Антон молодец, что написал об этом. В общем, это обман по всем статьям. Что здесь? Что здесь? Здесь заявлено 25 ватт. Тут вообще ничего нет. Тут 5-вольтовый выход, на котором есть всегда 5 вольт. А этого не может быть, в принципе, на Power Delivery. И здесь, соответственно, тоже ничего нет. Я даже мерить ничего не буду. Давайте просто пульсации посмотрим. Я, кстати, думаю, что они в норме. Потому, что сейчас настолько легко стало делать все эти зарядники. Можно потыкать, поискать какие-нибудь наиболее яркие, высокие всплески. Ну, как бы, ладно. Кстати, держит ли вообще 3 ампера? О, 3 ампера держит, 3 ампера держит. Вот, 5 вольт, 3 ампера. Ну, скорее всего, что и больше держит. Потому, что там заявлен хуавеевский мощный протокол SCP. Но думаю, что больше. Я даже проверять не буду. Потому, что вот эта штука не представляет никакой ценности. Она не то, что ценности не представляет. Она, может быть, пригодится для включения авторегистратора в вашем автомобиле. Но держать такую штуку после такого обмана, который написан здесь... Ну, мне, во всяком случае, было бы неприятно. Здесь написано, что 65 ватт, супервук. Ну, это все обман. ПДППС, 25 ватт. Нет, тоже обман. Все обман. Я на всякий случай оставлю ссылочку на товар. Но крайне не рекомендую покупать это зарядное устройство. И по традиции всем желаю качественных гаджетов, удачных покупок, удачных продаж. И пока. Субтитры подогнал «Симон»